здравствуйте самые лучшие зрители меня зовут полина какие только ткани мы не использовали в своих работах самые разные сочетания а сегодня попробуем соединить джинсовые от шметки и обрезки мешковины звучит интригующе конечно все полотно можно собирать из отдельных элементов сшивать сочетая разные фактуры но мы немножко облегчим себе задачу возьмем основу кусок крепкого небеленого льна подойдет и что-то вроде бортовки перед работой это полотно надо смочить и высушить утюгом чтобы не было потом неприятных сюрпризов лен очень сильно садится и обязательно его проклеим укрепим флизелином следующий шаг обозначим границы рисунка оставим по 6 8 сантиметров свободного пространства со всех сторон а дальше уже переходим к творчеству у нас есть красивые кусочки джинсовой ткани карманы льняная ткань с интересным узором и надписями кружева из всего этого складываем калаш что и как получится никто не может сказать посмотрите поперекладывайте ткани какие-то элементы и сочетания вы можете посмотреть у меня что-то вы увидите у других мастеров наверняка с вашими материалами вы придумаете свои сочетания процесс этот творческий и очень увлекательный ткани с надписями я когда-то находила на алиэкспресс но сейчас и наши производители освоили такой дизайн когда мы довольны раскладкой приступаем к дальнейшей работе шить будем послойно и сначала закрепим все мелкие элементы декора на карманы на шьем нашивки ткани с открытым срезом прошиваем их дважды чтобы края сильно не осыпались а потом немного убираем нитку а потом немного убираем нитку с краев чтоб получилась небольшая бахрома сразу же можно закрепить и красивые кружевные элементы все остальные большие заплатки сначала зафиксируем булавками а потом прошьем на швейной машинке везде у нас двойная строчка во многих тканях используем красивый край с кромкой а где-то специально выдергиваем нитки а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Интересно в таком изделии будут смотреться и шлевки. Можно пришить их крест-накрест. Таким образом можно оформить только одну сторону сумки. Это уже интересно. Но мы сделаем дизайн в таком же стиле и с другой стороны. Также наметим место, а потом уложим новые элементы. Немного поработаем за кадром, всё закрепим, прошьём. И по верхнему краю сумки наметим места для пришивания ручек. Для этого найдём центр и от него в обе стороны отложим по 8 сантиметров. Такие сумки носят на плече, поэтому ручки делаем длинными 62 сантиметра. Часть длины уйдёт в шов. Когда ручки пришиты на место, готовим подкладку такого же размера, как и верхняя часть. Сразу же делаем большой вместительный карман. Подкладку пришиваем по верхнему краю. Дальше мы всю заготовку разворачиваем так, чтобы с одной стороны была красивая верхняя часть, а с другой подкладка. Перед тем, как зашивать края, внизу сумки сделаем складку. Сформируем дно. Боковые края зашиваем полностью, но с одной стороны в подкладке оставляем отверстие для выворачивания. Сумку выворачиваем, подтягиваем и расправляем. Обратите внимание, какая красивая треугольная складка получается внизу сумки. И нам надо только зашить оставшиеся отверстия и сделать отделочную строчку вверху нашей сумки-шопера. Внутри сумки яркая подкладка и несколько карманов. Ручки очень хорошо прошиты. Их держат по три шва. Ну что, сумка получилась хоть куда. И в пир, и в мир, и в добрые люди. Холщовая сумка-шопер с аппликацией из джинсы, льна и кружева. Очень интересное, свежее и оригинальное сочетание. Мы же художники и творим по вдохновению. И знаете, что было самым сложным в работе? Это вовремя остановиться, потому что хотелось вместить все красивости и вкусняшки. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес. Чудите сами. Обязательно присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассниках и Дзен. А самые свежие мастер-классы, в хорошем качестве и без рекламы, вы можете посмотреть на Бусти. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok